В областном театре драмы и комедии давно привыкли к громким афишам и известным постановкам. Но в этот день сцена пустует. Храм Мельпомены встречает актеров, но только из реальной жизни. Для каждого из нас они всегда в главной роли. Мамы. Одна воспитывает музыканта, другая – спортсмена, третья – начинающего ученого. Женщины с большой буквы. Сегодня в их честь торжественный прием, на котором и мэр Бобруйска Александр Студнев. Председатель гор-исполкома не жалеет слов и искренне благодарит каждую гостью за тяжелый, но великий труд. Именно вы своей заботой, теплом своим сердечным воспитываете наших детей. И сегодня за этим столом в лице вас мы поздравляем всех наших милых, дорогих женщин, милых мам города Бобруйска с всем замечательным праздником. На празднике 12 мам. Ровно столько, сколько месяцев в году. И они такие же, все разные и по-своему особенные. Рядом с ними их главное богатство – дети. Пока кто-то отдыхает, ребята прямо на месте. Украшают пряники, рисуют картину. Затем дарят виновницам торжества. Только радостные эмоции, чувство какой-то даже гордости, что в нашем городе, ну, так вот, не забывают этот праздник, что так вот все душевно организовано. Что, на самом деле, очень важно знать, что мама – это не просто мама, это даже какая-то, можно сказать, работа, каждодневная, трудная. Очень приятно, потому что оказывают внимание, поддерживают, ценят. Наверное, вот это самое важное. Ну, а расскажите, а насколько вообще тяжело быть мамой? Не знаю, мне не тяжело, мне в радость. Мне кажется, если ребенком заниматься, если в него вкладывать, влаживать, развивать, то когда приходят успехи, то это только приносит радость. По-своему, мамой быть и легко, и сложно. Легко, потому что есть помощь второй половины, есть помощь твоей семьи, твоих детей. И, конечно, сложно, потому что много забот, много ответственности за своих детей, да, чтобы волнение какое-то, чтобы из них получились замечательные люди. Поэтому есть какой-то, да, и плюсы, и минусы. Программа приема насыщенная. Например, малыши из городских коллективов преподносят музыкальные подарки. Кстати, этот праздник не менее важен для детей, чем для их мам. За что больше всего маму любишь? За ее любовь ко мне, за то, что она меня родила, за то, что воспитывает меня хорошо, я могу получать хорошее образование, то, что исполняются все мои мечты. Скажи, а мама твоя, вот она какая? Очень добрая и любящая. А какой праздник сегодня? День матери. Расскажи мне, ты маму любишь? Да. А как сильно любишь? Сильно. Расскажи мне, а какая твоя мама? Хорошая. Ну, а еще какая? Любимая. Я занимаюсь музыкой. Мама тоже занимается музыкой. Ну, она музыкант, и она мне помогает, если я что-то не знаю. А вы вместе с мамой поете, играете на чем-то? Играем на домре. И как у вас получается вдвоем? Хорошо получается. В Первомайском районе тоже важный повод для встречи – Орден Матери. Признание, заслуг и почетная награда. Именно ее вручают двум прекрасным женщинам. У Татьяны Рудько восемь замечательных ребят, у Дианы Щировой пять. Каждый – большая гордость и любовь. Героиням праздника – цветы и подарки. Это очень приятно, очень волнительно. Поэтому, ну, просто счастье. Спасибо президенту, что… Ой, сейчас буду плакать. Оценил, и, ну, я думаю, я ее заслужила, эту награду, потому что у меня очень хорошие дети. Эмоции, я, наверное, в приятном шоке. В какой-то степени я, наверное, ждала, то есть, эту награду, но все равно какие-то сомнения все равно были. Наверное, у каждого, у каждой мамы на моем месте бы, наверное, это тоже было бы. Мама. Первое слово каждого малыша. Это нежное лицо, добрая улыбка. Праздник – самый теплый день осени, несмотря на погоду. С 1996-го его отмечают в Беларуси. 14 октября пустеют цветочные магазины. Дети рассказывают стихи и поют песни. Все старания для единственной, самой прекрасной женщины на земле. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.